479-470 годы до нашей эры в основном основное событие это наступление греков естественно при наступлении греческих армий они как правило свергали всякие аристократические правительства с которых они обвиняли в пособничестве персон и везде ставили демократов то есть афинская демократия на основном победила и дальше они по мере наступления освобождения городов везде этот свою схему эту политическую они везде и тиражировали и по возможности включали в афинский морской союз то есть эти кассе города становились демократическими союзниками афин но при этом честно говоря лидер греческой демократии фимистокл он почему-то был даже астрокирован то есть 471 году собственно тот лидер который организовал победу они его изгнали из афин то есть сложно там было в афинах с политикой концу семидесятых начинается поправление аристократы снова усиливаются поисковых беднота на войне победила то есть в афинах вообще колебалась постоянно между таска демократической частью можно сказать даже левой потому что основном на бедных опиралась и такой вот правой с частью этой республики но они не были сторонниками монархии аристократы афинские то тоже были республиканцы демократы просто они считают что должна лидировать богатые в этом государстве что касается событий на фронте как я уже говорил ксеркс отошел от афин и решил зимовать где-то в районе фиф и он постоянно боялся что афиняне перекроет пролива и оставит всю армию вместе с сексом и убьют а там зима прошла в переговорах это зима 480 по 479 года до нашей эры велись переговоры постоянные не афиняне не спартанцы не согласились ни на какой мир и потребовали просто ухода персов категорически с любых территорий заселенных греками то исключая ионию продолжались также внутренние разборки среди афинян будем воевать или нет но в общем как-то там все решали сторонники войны то есть среди афинян тоже продолжали многие быть за войну но обычно народ их подавлял самыми жесткими способами началось наступление весной греческая как раз вот эту на ту территорию на которой оставались еще перцы то есть биотию геродот большие цифры говорит скорее всего мобилизовали порядка 40 тысяч были порядка 50 тысяч то есть не меньше 40 тысяч уже к тому времени греки смогли собрать но оценки геродота 110 тысяч скорее всего нереальны в общем от 40 до 110 вот это оценки сколько было греков возглавлял их уже повсаний который потом будет еще много с воевать с персами его даже в измене потом обвинят по сани он значит представители спартанцев но поскольку грека была демократия то формальный руководитель реально там все вопросы они решали на военном совете геродот говорит что к тому времени из 600 тысяч где-то 300 тысяч осталось у мордония и еще 50 тысяч греков они мобилизовали на подчиненных территориях то есть битвин при плате их частично греки с греками воевали конкретно афиняне воевали там с греками как уже говорил современные историки считают что больше 200 тысяч вообще к сердцу нереально было провести грецию и поскольку по всем данным и по всей логике примерно половина персов уже погибло скорее всего от 70 до 120 тысяч персов было ну то есть в принципе все равно преимуществом было в численности на стороне персов и при плате их тоже но она значительно уже меньше было чем в предыдущее время то что примерно половина армии уже погибло персидской перед этим мордони жёг афины то есть как там началось этот самый мордони опять продвинулся ваттику жёг афины потом он счел что конница не сможет в этих горах вообще нормально сражаться а греки выступили уже с перешейка он отступил в тут на ту территорию на которой были более менее равнины то есть где-то вот под фивами встретились они на реке особ первоначально шли просто рейды конницы персидской на греков которые стояли укрепленными то есть греки стояли лагерем на них постоянно атаковали их персы на восьмой день персам удалось захватить обоз с продовольствием а также они засыпали источник из которого греки получали воду в результате греческая армия начала отступать а персы решили ее преследовать вот это решение было роковым потому что когда персы начали преследовать отступающих греков внезапно спартанцы проявили свое обычное мужество и ударили по персам ну и как вот обычная армия которая построена для наступления она плохо в обороне вот по ним ударили спартанцы они побежали другие греки увидев что персы бегут тоже решили поучаствовать и был грандиозный погром значит персов практически полностью они были уничтожены то есть как сообщает геродот где-то 3000 только персов убежала получается где-то от 100 до 300 тысяч персов просто убили на поле боя геродот считает что минимальные были потери у греков 159 человек скорее всего он не прав и другие историки говорят что больше даже некоторые историки говоря что 10000 греков погибло ну то есть да геродот очень сильно завышает персидские потери занижает греческие есть такое но так или иначе персов явно погибло больше просто потому что их вообще больше было и погибло их больше в разы говорят что аристодем единственный спартанец который выжил из тех 300 спартанцев которые фермопилах погибли вот он самый такой героический был при плате их пытался таскать оправдать что он не трус ну это ему награду не дали то есть после боя предлагали ему дать награду как самому смелому воину сказали что нифига это он хотел умереть потому что он раньше струсил и другого спартанцы дали награду они этому аристодема также геродот рассказывает что взяли шатер мордония полководца персидского с большим количеством золотой и серебряной посуды и все страшно удивились что что греки тогда были бедные пафсане приказал что приготовили они такой же обед который ел мордоний и страшно удивился потому что такой еды он не ел спартанцы они питались простой самой пищи и он собрал всех руководителей греков сказал что вот я вас собрал что показать вот какие дураки эти персы живут такой роскоши пришли к нам вот наши вот эти горы забрать наши все эти крохи которыми мы питаемся то что что они тут вообще забыли в этих горах у бедных людей которых такой демократический строй вместе живут все вместе все решают зачем они к нам пришли такие богатые изнеженные и так далее вот это как тогда объясняли именно в то время такая была позиция у греков теперь как правило это до считается первой битвой европы и азии то есть свободная европа и деспотическая азия обычно так это описывается десятую части добычи посвятили богам в частности дельфийскому светилищу аполлона не знаю почему дали хотя она постоянно предрекала выражение ну в общем вот так в честь аполлона ну и после битвы как обычно греческие полководцы начали ругаться кто там самое главное кто больше всех победил платье и обычно меньше освещается хотя это как раз решающая победа была при плате их но обычного битвы при фермопилах а при соломине когда удалось победить противника который был очень силен они больше более важны в культуре больше особенно фермопилы 479 году также произошла битва при миколе это высадились уже в ионию освобождать ионистки греков ска с восстания которых все и началось поскольку флот персов был практически разбит при соломине персы не смогли на море сражаться поэтому греки высадились десантом и довольно быстро победили те войска которые против них выставили персы то есть началось после битвы на миколе началось освобождение ионии ну и там также в общем оказалось что части греков сражаются в общем то на стороне персов но когда они видят что греки побеждают они быстро переходили на сторону грек после все этого началась осада сеста то есть как я уже говорил перекрыли проливы персы а проливы были важны потому что основное снабжение хлебом греции шло с украины почему паса не демонстрировал что они с трудом питаются потому что действительно уже несколько лет голодали после того персы перекрыли проливы то есть у них там даже с хлебом была напряженка при цветов самой ничего почти не растет ну и вот как бы окончательным этапом этой войны считается осада сеста это крупная крепость в проливах который довольно долго осаждали и взяли практически около года с ней разбирались окончается геродот именно на осаде вот этого сеста но все после того как четыреста семьдесят восьмом году взяли сест открылись проливы и проблем никаких не был греки просто наступали то есть дальше шло наступление греков ионии афины образовали дэлосский морской с дэлосский наверное морской союз нам такое ударение куда вошли вот эти все освобожденные государства в которых устанавливалась демократия все они переходили под покровительство афин что чем была недовольна спарта то есть начались определенные трения между спарты и афинами но как правило они были еще легким потому что в целом только что все вместе персов победили и все были счастливы к серкс я употребляю его греческое имя понятно что у него была персидская вступил на престол в возрасте 36 лет оценки разные греки его ругают персы его хвалят но это понятно это все пропаганда кто он такой был не совсем понятно насколько успешно была политика не успешно но экспедиция в эти горы греческие конечно провалилась с вас начались с восстания его правление когда он пришел к власти во первых восстали египтяне к серкс их подавил и после этого он начал уничтожать автономию египта во первых на все должности в начале с перса египтяне только самые низшие должности могли получить прекращается государственная поддержка всяческих храмов вот поддержка допустим храма иеговы в иерусалиме да она у персов шла по статье именно поддержка язычников то есть и кир и дарья они поддерживают храм потому что вообще поддерживали храмы местных языческих богов от сердца это прекращает потому что считает что вот эти все языческие культы они уничтожают единство империи и ксеркс начинает активно навязывать зороастризм монотеистическую религию в частности в самой персии запрещаются и местные культы языческие а культы вавилонян и египтян перестает спонсировать государство то есть он считает их потенциально опасными но серьезно распространить зороастризм среди египтян вавилонян или семитов им не удалось конечно хотя видимо они пытались уже вот на этой стаде что была единая религия в империи вавилоняне тоже несколько раз восставали почему ксеркс не мог сразу идти на грецию потому что он штурмовал вавилон причем два раза в 484 482 годах восстание они также вели по причине каких-то там оскорблений богов которые часто сочиняли жрецы поэтому ксеркс пришел к выводу что вообще все эти языческие жрецы потенциальные все повстанцы и начал прям программу подавления языческих религий продвижения зороастризма в империи но про поражение в греции рассказывал нет смысла повторять это ухудшило обстановку в стране потому что крупные были соединения потерянные шах потерпел поражение начались восстания в частности было восстание пак 3 который описывается также геродотом в то же время продолжалось наступление допустим подают покорили одно из племен сака в средней азии продолжали какие-то завоевания ксеркс вел интенсивное строительство и прежде всего он везде пропагандировал авура мазду из-за растризма это уже огромная роль его политики на тот момент играет это вот что можно сказать о ксерсе 80 70-е годы